доброе утро дорогие мои я уже как на работу хожу на эту стройку потому что сердце болит ну вот и здесь и это полной воды канава и сюда потекла вода сердце болит жалко источники поэтому и проверяю ну вот этот этот все видите если последние замер еще стояла немножечко вода вот здесь на стоке то теперь она уже ниже стока и значит источник значит источник погиб а как не погибнуть если вот смотрите здесь она перехвачена этой канавой здесь она перехвачена этой канавой ну и он по всем правилам жизни и должен был погибнуть но мы идем к следующему к нашему основного источнику и каждый раз точно так же как подходя к двери больного человека сильно больного человека думаешь о том жив он или нет точно так же думаешь и об источнике жив или нет сейчас посмотрим рыбаков сегодня много видимо наш сюжет про щуку что-то дал сидят рыбачат но здесь щука то по моему у берега не берет но линь зато берет ну господи благослови что тут у нас а у нас пока все тоже знаете что я вам скажу а мне кажется немножечко увеличился ток неужели наши молитвы как говорится дошли источник сейчас я уберу источки посмотрю начал оживать до слушать увеличился ток ой ой вот это для меня радость до увеличился это для меня радость честно вот прямо вчера было правда явление сюда замглавы замправительства по строительству сергея чеснокова он дал новые указания по строительству но вероятно эти указания поднравились роднику о дай бог чтобы выжил здесь воды уменьшилась но здесь еще не долбили смотрите сейчас они начнут прессовать вот это все потом наложат плитку тяжелую то есть ничего еще как говорится не закончена ничего но у меня сегодня вам вишенка на турке как говорится смотрите помните был сюжет да вообще-то в администрации его несколько раз выкладывали такие фотографии как дети наши волонтеры собирают бутылки по берегу ну и другой мусор собирают я вам скажу что огромные они молодцы огромные молодцы те кто дал им курточки огромные молодцы мчс который с ним ходит для того чтобы помогать собирать замглавы администрации все время с ними фотографируется ну и работает видимо молодцы потому что в пластике в бутылках ну и во всем пластике есть бифенол а который при разложении при нагревании при воздействии на него жидкостей выделяет формальдегиды формальдегиды особенно опасный формальдегид это бисфенол а начиная с семидесятых годов к нему во всем мире относятся отрицательно американцы его обнаружили достаточно случайно у них в реке водной все крокодилы у которых неопределенный пол вдруг стали девочками стали изучать почему и оказалось что в эту речку сбрасывает воду завод выпускающий пластик стали разбираться что там не так с пластиком оказалось что вот формальдегида особенно без фенол а похоже на женские астрогены давайте я вам подборочку про него разных ученых небольшую на три минуты дам а после договорим без фенола химическое вещество полученное впервые в 1891 году нашим российским ученым алексеем дьяниным в течение 50 лет это химическое вещество использовалось как отвердитель для изготовления пластика поликарбоната также это химическое вещество использовалось при производстве эпоксидовых масел к примеру в японии поверхности из эпоксидовых масел заменили на полиэтиленовые пленки уже на сегодняшний день известно что он влияет на структуру клетки химическое вещество провоцирует развитие новообразования бисфенол а похож на женский гормон эстроген способствует развитию онкологии нарушает детородные функции негативно влияет на мозг накапливается в организме увеличивает риск развития уплода синдрома дауна признан опасным для здоровья и запрещены в шаха канаде и ряде других стран он выделяется при нагревании пластиковых бутылок есть интересное исследование первое в своем роде рассматривающее воздействие бипеей бисфенола а это токсичное вещество которое есть в бутылках для воды пластмассе покрытие банок для напитков в консервах повсюду вокруг нас исследование вышло в августе 2020 года оно проводилось на трех тысячах девятистах людях в течение более чем 10 лет я оставлю ссылку на него внизу оно показало что у группы наиболее подверженной воздействию бипеей зарегистрирован самый высокий риск преждевременной смерти независимо от причины у группы самым большим воздействием риск смерти был выше на 51 процент также обнаружено что он повышает риск диабета болезни связанных с давлением сердца и сосудов вот сегодня затрону тему химического вещества под названием бисфенол а бипеей это вещество разрушает эндокринную систему что это значит бисфенол имитирует эстроген в организме и имеет накопительный эффект накапливается со временем он содержится в пластиковых банках в бутылках с водой в детских бутылочках дело в том что он имеет накопительный эффект и организм справляется с небольшим количеством но допустим при планировании беременности или вы только стали матерью и кормите грудью не используйте пластиковые контейнеры при нагревании в микроволновке из них выделяются вредные вещества при готовке используйте посуду из стекла фарфора нержавеющей стали обезопасить себя полностью непросто но нужно минимизировать воздействие этого химиката также в этой ситуации может помочь регулярное потребление крестоцветных овощей они обладают уникальными свойствами и борются с гормональными разрушителями они помогают уничтожить и устранить гормональные разрушители из организма в общем налегайте на крестоцветные бисфенол может повысить уровень андрогенов и вызвать синдром политистозных яичников поэтому при спк я нужно минимизировать воздействие пластика также есть фермент под названием ароматаза превращающий тестостерон в эстроген то есть эстрогена становится больше и бисфенол стимулирует выработку этого фермента если есть симптомы доминирования эстрогена это может быть причиной это влияет и на мужской организм увеличение груди низкое количество сперматозоидов низкий тестостерон и тому подобное и обязательно нужно помнить что младенцы и дети наиболее уязвимы и как я уже сказал это химическое вещество со временем накапливается в организме поэтому но если в доме есть младенцы маленькие дети или беременная женщина я настоятельно рекомендую крайне осторожно относиться к пластиковым банкам детским бутылочкам стаканчиком ладно спасибо за просмотр вот эта проблема многие страны уже запретили во многих странах даже не выпускается пластик просто и в европе в том числе не выпускается у нас пока такого запрета нет у нас в уфе есть у нас в ивановской области я кстати спрашивал почему вдруг открыли и никаких как говорится доказательства защита достаточные нет но дело сейчас не в этом дело в том что дети то наши молодцы которые в пистяках собирали пластик а теперь дети закройте ушки я скажу взрослым и скажу очень простую вещь видите укрывной материал видите видите сколько его и будет еще второй слой это первый слой причем взяли самый толстый можно сказать тот который применяется на дорогах делаются эти покрытия из полистирола здесь есть конечно волокна может быть хлопковые может быть шерстяные любые могут замешивать но для того чтобы их связать применяется полистирол вот в данном случае это не тканый материал где он присутствует пара полистирол это то из чего делают не пищевые бутылки канистра например ведра посуду но и все остальное потому что он особенно опасен формадегидами срок разложения полистирола ну достаточно большой достаточно большой поэтому он будет медленно разлагаться будет медленно отравлять и когда солнышко пригревает когда все придут особенно загорать они будут выделять больше поэтому это я вам так скажу в москве там где осознали что у них выделение формальдегидов из земли больше чем полагается и меняют плитку у дело в том что конечно не везде применяют вот такой материал можно применять например технический из льна ну вот эту самую деревушку я видел как как применяют кстати идея для тех кто все пытается возродить у нас здесь льноводство вот здесь не требуется не качество ничего этой просто деревушку делай для того чтобы покрывать но проблем это у нас здесь поэтому я взрослым говорю дети закрыли уши потому что если дети осознают что они собирали и что здесь теперь закопали а закопали получается тысячи бутылок сразу и куда это будет деваться то я думаю что дети не обрадуются тому что сделали их взрослые родители поэтому родители ну вот еще вам один аргумент что мы здесь не столько сделали хорошо сколько сделали плохо по тем рекомендациям которые в том числе вы видели в роликах по тем исследованиям которые вы видели в роликах гулять с детьми на колясках да просто с детьми по этим дорожкам не рекомендуется дети видите могут получить различные в том числе даунами стать естественно не рекомендуется на этих дорожках а как правило у нас добросердечные люди там будет пляж будет дорожка и будут лучше отдавать детям и беременным женщинам беременным женщинам совсем нельзя потому что это может вызвать другие трудности ну и все остальное там в роликах уже все это было сказано теперь взрослые заткните уши а детям говорю дети когда вырастете не посчитайте что ваши родители были глупыми просто знайте что иногда они попадали в такие обстоятельства где приходилось делать то что они может быть и не хотели бы делать тем более не все вокруг их были умные заставляя их делать то что не стоило делать поэтому случались ошибки у нас когда вы повзрослеете надеюсь что это будет скоро потому что я вижу как правительство президент представители президента много времени сейчас уделяют всяким молодежным форумом молодежным симпозиум и так далее там подобное такое впечатление что они не надеются сейчас на тех кто к сожалению делает вот такие вещи поэтому как только вы придете к власти выкопайте вот это все снимите все эти полистиролы снимите все эти синтетические покрытия потому что они и вас будут отравлять и детей ваших будут отравлять еще и внукам хватит потому что срок разложения этих пластиков сто и больше лет сейчас к большому сожалению вы этого сделать не может сейчас вы можете ходить собирать бутылки за теми кто их бросает сейчас к сожалению вы можете участвовать в постановочных проектах но время придет и вы будете у власти я очень надеюсь что ваша власть будет умная добрая любящая и заботящаяся стране даже в таких мелочах как охрана природы охрана озера удаление всех пластиков из своей жизни как в цивилизованных странах уже это сделали и и очень верю что у вас вот таких глупостей творится не будет здоровья вам всем до новых встреч